счастья 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 вам и счастливый приветик посмотрите у нас на заднем плане сердечко сейчас расскажу как она появилась в доме это совсем недавно появилась сердечко в доме у нас этот месяц июнь месяц любви ну любви и ты куда везде ты куда не зайдешь куда ты голову не повернешь и где все что связано с любовью сердечки какие-то символы все что связано с любовью разного цвета зашла в кафе и даже зашла зашла в одно кафе и даже удивилась что таких два стола стоят и там маленькие такие разноцветные бумажки лежат ты можешь эту бумажечку оторвать она такая склеенная и лежат фломастер и ты можешь написать там кого ты любишь и приклеить и все усыпаны эти столы усыпаны этими бумажками каждый на своем языке кто на каком хочет языке пишет что кого он любит кому он признается в любви или посылает любовь или запрос на любовь делает и уже и смотрю эти бумажки расклеили везде везде и на окне на на стекле и на этом столе подходишь кто не смотрит на тебя никто не на кого не бросил взял ручечку написал там я тебя люблю или там кого-то люблю и приклеил пошел тебе кофе берешь другой магазин зашла все стена усыпана этими не магазина тоже кафе зашла так усыпана сердечками еще там куда-то на везде и везде и я не удержалась зашла в магазин вот это вот увидела вот это вот знаете а то было просто одного цвета если бы было еще такого вот и если бы был еще допустим хороший такой насыщенный синий цвет или желтый цвет я бы наверное тоже взяла но вот был только красный она такой красивенькая она такое велюровая бар бархатная не велю до велюр бархат вот посмотрите какое красивое цвет такой насыщенный хороший ну вот я не удержалась и купила это это сердечко купила и тоже вам посылаю любовь хотите я вам сейчас да кстати кстати покрасилась я вот я вам показывала краску такая как типа розовой но не типа розовая вот я покрасилась конечно вот здесь на камере ничего не видно это у меня идет отражение я здесь поставила вот он свой лаптоп кое-какие хочу зачитать с лаптопа комментарии на камере не вид здесь вот когда ты дома делаешь съемку знаете как-то не видно не видно цвет но я немножко засняла в машине и я это вот вам сейчас все покажу она как она на улице смотрится она немножко по-другому вы увидите как получился какой цвет очень теплый цвет получился конечно не розовый как он не может быть там где вот седина вот здесь вот где-то немножко такой ну и сам по себе весь цвет получился очень-очень такой теплый теплый очень цвет а знаете как красилась не как раньше там кисточкой красишься корни нет я развела краску надела перчатки потом нам вот сюда выдавила краску вот так вот сделала и знаете вот так 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 где что схватилась то схватилась то есть как-то вот так прошлась 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 просто руками от перчатки никакой кисточки ничего не было вот где что схватилась то схватилась и как-то очень даже ничего ничего получилось я засняла как я в машине тоже вам сейчас покажу и еще засняла ну вот босоножки шлепочки которые я купила они мне очень комфортно они мне очень хорошо сели ну вот было холодно я их не носила сегодня их дома нашу сегодня надела это платье тоже вы его знаете это платье это прошлом году шили я вам его показывала я хотела одеть эти шлепанцы думаю ну какую же сумочку какую же сумочку взять потому что когда-то тоже вам говорила сумки покажу какие есть люблю тоже сумки внук скажу когда-нибудь также люблю как балетки вот искала искала и наш вспомнила прошлом году ее не носила эту юку а куда эту сумку а куда было ее носить все закрытое там все в общем нашла сумочку одну достала с этими шлепанцами гармонирует просто роскошно шикарно и я вам тоже это засняла в общем посмотрите мои моя новая покраска сумочка с которой я под под шлепанцы вот шлепанцы кстати здесь я вам просто просто напомнить может быть кто не видел вот эти шлепанцы я купила я уже их вовсю надеваю обожаю вот это все же кожаная вы себе не представляете обнимает ножку ну просто обнимает настолько все посмотрите какое все подвижная мягкая вот и точно такая же у меня нашла там свои полезла в шкафы но сумка моя но на летние увидите мою сумочку и посмотрите засняла кафе где все 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 в любви ну вот сейчас вам это этот кусочек встан а ну увидели до обстановку вот с кафе так приятно так красиво вот как там ну вот приятно приятно что я говорю я насмотрелась что мне собой хотелось пойти и купить и пойти купить такое красивое сердечко но хотела зачитать пару комментариев очень один вот такой важный комментарий и немножко его хочу прокомментировать риска очень раз она низкий поклон вам за упражнение сегодня ночью у меня снова был приступ невралгии 2 часа ночи не могу вздохнуть и вспомнила ваше золотое золотое бесценное упражнение подняла руки терпела час-два и прошла боль и пошла боль на убыль я в шоке легла боль ушла в солнечном сплетении я снова встала подняла руки нет не могу я тогда взяла их в замок завела за голову и снова боль потихоньку начала уходить просто сама в шоке почему я вспомнила за это упражнение главное справилась не дала мышцам замкнуться низкий поклон люди попробуйте вертик конечно раз на раз не приходится но и таблетки с уколами не всегда помогает счастье радость любви забыла добавить затем я боялась лечь в кровать но сон и усталость берут свое и я легла в постель со страхом что снова начнется спазм руки подняла вверх уснула и приступ отпустил ой радость за себя что победила написала вера умница смотрите почему именно на этот комментарий хочу обратить внимание у меня то же самое было и почему ночью происходит спазм вот почему ночью происходит спазм у меня тоже было когда я начала упражнение делать думаю уже все утром так хорошо что я иногда встану ночью прям утром встану думаю почему утром встану и как-то немножко вот тут по и вот именно солнечное сплетение вот как будто бы вот тут что-то зажалось вот знаете вот не вот вот так провалилась зажалось что-то это от того что ночью с принимаешь неправильную позу то есть конечно ночью ты сон не не контролируешь свои позы не контролируешь и как только ложишься в ту позу где ты всегда ложился как привыкла твои мышцы привыкли то после упражнения когда ты делаешь уже выпрямляешь выпрямляешь целый день но когда ты на ночь ложишься и ты забываешь ложишься в ту позу которая есть вот происходит вот этот вот клик почему я на сегодня ложусь вот так вот ровно потому что все вот эти тонкости уже давным-давно поймала мы даже поменяли в свое время поменяли даже матрас матрас настолько плотный настолько такой ну ну не проваливаешься но вообще он не мягкий но не жесткий но такой ровный ровный прямой нигде нет никакого никакой немножечко даже там какого-то какой-то даже впадины кстати этот матрас и взяла я не знаю все 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 мое окружение все взяли такой же точно матрас потому что на себе испытали что такое спать просто ровно ну то есть проконтролируйте ночью особенно вот у кого есть проблема со спиной которые с плечо или там что-то где-то лопатки позвоночник очень контролируйте но матрас конечно нужно пока посмотреть какой матрас если чуть-чуть вогнутый чуть-чуть проваленные просто вроде как-то за по вашему телу это будет вот эти вот будут когда начинаешь делать упражнения вот эти все будут мешать эти все изгибы поэтому конечно плоский ровный ровный и такой в основном жесткий такой матрас да это все равно матрас он не может быть ты не можешь как будто ты на палке спишь нет но он все равно жесткий когда ты на него ложишься он такой держит форму держит твою ну вот этот хотела комментарий очень многие очень многие написали но такие хорошие отзывы такие хорошие комментарии по поводу всех ну вот платье что умница что шью роза на покажите для начинающих выкройки ваших платьев я я вам показывала уже в каком-то видео показывала что он я одно платье прикладываю и делаю выкройку просто из из платья я это увидела у одной у одной девочка женщина она ну наверное китаянка и она у нее тоже есть свой свой свое видео ведет где она шьет но она ничего не говорит она только она только либо показывает что застрочить и там нарисовано что застрочить либо английскими пишут там любой может понять и вот она как-то взяла я увидела просто эту идею увидела она взяла какую-то свою футболку сложила пополам положила на ткань так обрисовала вырезала а низ добавила просто так вот не взяла наборочку взяла и добавила и мне это была такая идея она мне просто дала идею я взяла одно свое платье у меня есть одно платье которое покупное было которое вот именно вот тут вот этот вот как сидит просто сидит там рукам мастера видно но она брендовое платье и там видно как настолько выкроено мастерский я и от него все пошло я тоже в каком-то видео показывала я его сложила пополам и вверх от него взяла поэтому у меня в как вот этот вот вверх везде практически вот от этого платья он просто великолепно сделан вывоз я не нечего показывать вы каждый себе сам найдет вот для начинающих кто хочет а многие так загорелись но потому что действительно я вам скажу ну ну что я могла шить но это смешно что я могла шить но ночную ушечку там ну какую-то там ни о чем и ну ну что мы там в детстве шили и потом и очень забылась ты не и я после такого но никакого навыка и и могу шить вещи кто это может кому нравится кто хочет может любой попробуйте просто сложить какую-то свою вещь которая вечно ваш очень хорошо сидит попробуйте ее сложить пополам и переложить на ткань и сделайте себе лекалах да кстати вы знаете ходила в один магазин и там не одна говорит но продавщица мне говорит ой говорит у вас сюда такие платья красивые где вы покупаете а я у них раньше очень много покупал я же раньше все покупала я ж не шила я у них раньше покупала а где горит вы покупаете я говорит наверное амигат наверное не здесь я говорю я сама шью она мне говорит это вот как так не она ведь ой какая вы талантливая какие как вы так 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 тут хвалить могут тут очень друг друга вообще хвалят вот какая вы талантливая какая вы молодец так 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 в следующий раз я прихожу другая ко мне подходит в этом же магазине другая ко мне подходит и говорит я менеджер этого магазина я знаю что вы я тоже в каком-то было платье на как я знаю что вы сами себе шьете посадите и говорит мне а мы можем купить ваши лекала кто не смотрю мои лекала говорю моих платьев майну мои лекала да у вас такие платья я так так было мне про себя я говорю я подумаю какие хотел сказать какие лекала я платья на платье приложила я уже просто свое знаю в своей тонкости своей фигуры вот все что я знаю просто в тонкости своей своей фигуры я подумаю и пошла там в магазине посмотрела что-то у них всегда очень качественные вещи и если бы я вот скала и все равно смотрю хочу еще хочу еще такое на хорошая качественная белая без хорошего из хорошей ткани ну и если найдется возьму вот так что вот силикала платье 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 сложить вдвое и на ткань обвела знаете это просто тонкости своей фигуры надо знать вот он ты как сам на себя посадишь вот если ты начинаешь и как вот ты сам на себя посадишь так это будет прям твое и настолько будет индивидуальная все вот такое вот встреча посылаю вам еще раз любви любви потому что у нас я говорю все вокруг везде с этой любовью везде все эти сигналы очень как-то так все на из очень все приятно но всех вас бесконечно уважаю да кстати ладно хотела сказать лайки забываете ставить спасибо за лайки обнимаю вас